За прилавком только звезды. Казахстанские знаменитости сменили профессию певца на продавцов попкорна. Попробовать себя в таком необычном амплуа отечественные селебритис решили неспроста. Таким образом, они поддержали предновогоднюю благотворительную акцию, которая сейчас проходит в сети кинотеатров Кинопарк в Алма-Аты. Айнаш Ондерис подробнее. По ту сторону барной стойки новенькие заметно волнуются. Обслужить посетителей кинопарка для них оказалось делом непростым. Ведь нужно помочь покупателям не только с выбором еды, но и быстрее кассового аппарата высчитать сумму чека. С непривычки известная казахстанская певица и актриса Асельца Двакасова путается в цифрах. Но что не сделаешь ради благотворительной акции. Новогодний сюрприз для алматинцев продлится два дня. Вот была такая совместная, очень интересная идея с кинопарком. Именно вот здесь кинопарк и Сентай. Сегодня здесь с нами Рано Умарова, очень популярный рэпер Биг Сом. Рич Ди – это тоже наш артист. Он первый такой темнокожий артист, который поет на казахском языке. Он тоже сегодня поддержал нас. Луина, ну и очень популярная ведущая певица. Это наш друг тоже Асельца Двакасова. Впрочем, с работой продавцов попкорна и напитков артисты справились. И даже неплохо. Знаменитости признаются, в таком амплуа они попробовали себя в первый. И, видимо, не в последний раз. На самом деле, я считаю, что таких акций должно быть больше. Мне кажется, можно объединиться, чтобы в ресторанах такое проходило. И в других торговых центрах. И, я не знаю, даже там на том же Медео в Алмате. И в Астане это должно проходить, мне кажется, во всех городах. Ну, такая вообще, такая интересная работа. И такой хороший обмен энергии. И поэтому я, конечно, только за. Уже завтра места за прилавками займут другие знаменитости. Актеры кино. Все средства, вырученные от звездных продаж в кинопарке 11 Сентай, будут перечислены в пользу детского хосписа в Алматы. Петропавловские автолюбители устроили новогодний заезд с подарками. В праздничную колонну пустили машины самых разных марок. Главное, чтобы они были украшены, а водители и пассажиры наряжены. Целью такого автопоезда стал не только объезд города, но и раздача сладостей, как детям, так и взрослым. Получилось очень красиво. Впрочем, смотрите сами. Субтитры сделал DimaTorzok Это все, о чем мы вам хотели рассказать в нашем информационном выпуске. Прямо сейчас прогноз погоды, а сразу после не пропустите шоу пародии «Универсальные артисты». Я прощаюсь с вами до завтра. Всего вам доброго. Добро пожаловать в наш канал. Добро пожаловать в наш канал. Добро пожаловать в наш канал.